Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Я делал серию скринкастов по секретам Gmail, ссылка в описании и, честно говоря, узнал много нового и интересного. Поэтому теперь решил сделать серию по секретам Google Диска. И это, собственно, первый секрет. Google Документы очень плотно слиты с Google Диском. Можно сказать, что это единое целое и рассказать о Google Документах, это значит рассказать о Google Диске и наоборот. Например, вот. Эта фича, мне кажется, не оставит никого равнодушным. Встроенный в Google Диск Fine Reader или как это теперь называется. Вы снимаете на телефон какой-то текст и сохраняете его на Google Диске. Находите его на Google Диске, правая кнопка мыши и открыть с помощью Google Документов. И что же мы видим? Ну, во-первых, мы видим саму фотку и это неудивительно. А вот удивительно, что ниже мы видим, как Google перевел это все в обычный TXT формат. Причем качество распознавания практически 100%. Он только не смог еще в таблицу это все выстроить. Я проверял на разных шрифтах, он понимает все, включая какие-нибудь заковыристые готические. Мы можем добавить документ в избранное, он будет в папки помеченные и переместить его прямо отсюда в какую-нибудь папку. Вот переместился. И вот он в помеченных. А вот он в личных. Кстати, мне очень нравится функция выделения папок цветом. Правая кнопка мыши и изменить цвет. Но вернемся к Google Документам. Создаются они вот этой кнопкой. Либо можно зайти в папку и создать документ через правую кнопку мыши. Он будет создан сразу в этой папке. А еще, и это тоже как с распознаванием текста мелочи из серии «Да ладно». Если в адресной строке браузера набрать «doc new», то браузер откроет чистый Google Документ. Если набрать «shit new», то он откроет чистую таблицу. Тоже работает с презентациями «slides new» и формами «forms new». Клик по иконке таблицы в левом верхнем углу откроет все ваши таблицы, содержащиеся на Google диске. Чего-то нет. А, это не тот аккаунт. Отсюда же можно создать новую таблицу, в том числе по предустановленному шаблоку. Например, вот такой календарь. А иконка меню откроет доступ к четырем основным инструментам Google Документов. Кстати, тут есть путаница в определении. С одной стороны, Google Док – это именно док, ну то есть аналог Word. А с другой стороны, все четыре основных инструмента – док, таблицы, презентации и формы – это тоже Google Docs. Но тут ничего не поделаешь. Так, ну и давайте, раз уж мы начали с изображения, изображение мы закончим. Вставить изображение в документ достаточно просто – путем перетаскивания из проводника. А вот дальше тут есть возможность редактировать изображение. Конечно, не как в Photoshop, но немного подровнять его можно. Лучше выбирать сразу все параметры – размер и поворот. Размер можно изменять и непропорционально. Далее есть в некотором смысле бесполезная закладка с фильтрами. Бесполезная, потому что они уж очень кислотные. Разве что ЧБ может быть вполне рабочим фильтром. А вот коррекции, на мой взгляд, вполне рабочий инструмент. Конечно, это не уровни в Photoshop, но небольшую первичную коррекцию можно сделать. А вот чего тут нет в связи с изображениями, и это странно, тут нет прямой возможности вытащить исходное фото. Ну то есть прислали вам документ. Фотка в нем есть, вам нужен исходник, а сохранить его вы не можете. Правда, тут есть возможность сохранить в Google Keep. Это заметки от Google, ссылка на скринкаст с обзором в описании. Вы можете сохранить отсюда изображение. Оно вроде большое и красивое, но он все равно его пережимает. 1600 на 900, а исходное было 1920 на 1080. Как все-таки забрать исходник. Нужно скачать. Кстати, вы можете скачать документ в формате Word, если нужно отправить тому, кто не пользуется Google Docs. Более того, можно скачать PDF, то есть это бесплатный конвертер в PDF. Но нас сейчас интересует веб-страница. Он скачивает zip-архив, и если вы откроете его любым архиватором, то в папке images будет исходное изображение с разрешением 1920 на 1080. Я в любом случае буду продолжать, в том числе из меркантильных соображений. Просто когда делаешь ресердж для скринкаста, сам узнаешь много нового и полезного. Но если вы поддержите этот скринкаст лайками, мне будет приятно, типа вы думаете так же. А если еще и напишите, какие неочевидные функции используете лично вы, мне будет приятно вдвойне. Так что подписывайтесь на канал, лайкайте, пишите, ну и любите друг друга.